Мэджик Мит у нас намочили, да, рукавичку намочили. У нас вот абсолютно влажная рукавица, да, наша, которую мы одеваем на руку, она позволяет вам работать еще и с глазками, то есть у вас, видите, пальчики всегда в таком очень хорошем зоне доступа и легкими движениями до легкой гиперемии от центра периферии мы удаляем то, что есть у клиента. Это очень удобно вам дома делать просто каждый день, потому что вот это вот физическое воздействие на кожу за счет того, что снимается поверхностное натяжение, разрушаются связи, у вас удаляется не только косметика, а еще вы снимаете роговые чешуйки. Это очень хороший инструмент для работы и для того, чтобы убрать косметику. Есть еще один инструмент, такие волшебные палочки, которые можно использовать дома, это очень удобно, плюс ими, когда вы куда-то уехали и вдруг у вас не оказалось под рукой крема или крема для глаз, там экстракт овса, экстракт редиса, то есть, ну, конечно, в глаз не надо этой палочкой тыкать, абсолютно точно, видите, она у меня запачкана с одной стороны. Я сейчас покажу, как она работает. Покажи, пожалуйста, открой палочку, ты мне просто одну сломай, покажи поближе просто к девочкам, чтобы им было видно. Почему я спрашиваю всегда, какая тушь? Потому что, как ни парадоксально, в очень многих тушах используется ртуть. И меня, конечно, вызывает улыбку, когда я слышу, например, по телевидению, там в проект Золушка какой-нибудь запускается, и вроде бы взрослый человек начинает говорить, вы вашу тушь разбавляете капельками для глаз. Ребят, когда вы разбавляете тушь капельками для глаз, она начинает сыпаться, в любом случае. Вы, наверное, будете думать о том, что, ну, эта тушь плохая там или что-то там произошло. На самом деле, любая тушь будет сыпаться, если вы ее начинаете разбавлять. Туши Джейн не содержат ртути, более того, есть продукты и инструменты, которые не содержат воды. Очень часто заменяется все экстрактом морских водорослей. Все, вот мы убрали косметику. Сейчас остатки того, что на глазах, мы уберем палочками. А, вот, уже готовы. Очень удобно. Наверх посмотрите, пожалуйста. И мы остатки туши просто подснимем. В Джейн также активно используются увлажняющие спреи. Почему они включены обязательно тоже в линейку? Потому что, во-первых, спреи могут наноситься до макияжа, во время и после, и в течение всего дня. Плюс объем этих спреев увлажняющей водички позволяет провозить их в самолет, проносить. Увлажняющий спрей – это инструмент, который помогает визажистам работать в салонах и вам дома, потому что вот у меня сейчас нет задачи наносить ей крем или подбирать его. Это не моя компетенция. Поэтому я буду помогать коже с помощью увлажняющих спреев. Очень часто их путают с термальной водой. Термальная вода – это минеральная вода, это соль, которая все-таки подсушивает и вызывает у вас желание наносить и наносить снова. А потом в конце вы говорите, такой шикарный лосьон, без него моя кожа сохнет. Ваша кожа сохнет именно от минеральных солей, которые остаются на поверхности кожи. Здесь используется активность концентрации цветочной воды. Какой из спреев выбрать клиент для себя определяет по запаху сам, по сути, потому что они все увлажняют и они все антиоксиданты. В летний период, как правило, используется балансирующий с экстрактом цитрусом, более комфортно. В зимней с сухой кожей все-таки ароматы иланг-иланг, увлажняющие. Но они все увлажняют, они все антиоксиданты, они все помогают коже. И вот таким вот микрораспылением я его наношу на лицо. Таким образом подготавливаю кожу. Когда я вам говорила, что на самом деле существуют минералы жидкие, прессованные и рассыпчатые. В традиционных марках рассыпчатая пудра для какой кожи? Для жирной, потому что в ней 70% талька. В джейм нет талька, наполнителем является слюда. Поэтому рассыпчатые основы здесь для сухой, обезвоженной тоничной кожи. Вот это вот вы должны прямо для себя запомнить, потому что слюда дает некоторое освещение и считается, что люди с сухой, тоничной кожей, они просто кайфуют от этого ощущения объемного макияжа. То есть лицо как будто после увлажняющей маски. Прессованные основы напротив являются продуктом таким более универсальным для комбинированной, жирной. И в них слюда отвечают только за скольжение. То есть прессованные баночки, когда вы набираете кисточкой, вы только она по ним скользит. Поэтому эффекты будут более матовые. Для молодой и юной кожи есть увлажняющий крем с тоном. Вот именно в нем содержится экстракт морских водорослей. Он не имеет очень сильного пигмента, такого интенсивного. Но он позволяет, например, девушке до 22 лет не использовать средства ухода, ну если нет никаких проблем. Да, там жирности, акне и так далее. Потому что эти три водоросли, бурая, красная и зеленая, способны не только увлажнять кожу извне, но и удерживать влагу вашей кожи. Мы сейчас возьмем, причем вы даже можете особо не выбирать оттенок, потому что у него задача именно увлажнить. И он же может быть подложкой подпрессованную или подрассыпчатую. Наносим любые продукты мы кисточкой. Я вам скажу только одно, когда мне говорят, я кистью не умею. Ребят, первый инструмент, который вы можете для себя использовать, это экономично. Потому что кисть синтетическая, это оклон, она ничего не впитает. Вы можете использовать руки. Руки ваши заберут очень много. Вы продукт полюбите. А заканчиваться он будет гораздо быстрее. Кистью качественно, быстро. Плюс вы можете контролировать количество, которое вы наносите. Очень быстро. Я обращу ваше внимание, что я не вожу по одному участку. То есть, если вы посмотрите, я даже вот сейчас одну сторону сделаю, чтобы было понятно. Я не вожу кисточкой, вот как бы это дело с традиционной маркой. Очень часто вы это видите, да? Когда наносят там какими-то движениями мазковыми и достаточно короткими. Я могу сказать, что люди, которые не являются профессиональными визажистами, с этой косметикой гораздо проще. Потому что они еще, знаете, у них мозг не испорчен техниками профессиональной линейки. Им проще адаптироваться к техникам Джейн. Наверх, посмотри, пожалуйста. Этот продукт наносится не только на все лицо, но и на кожу вокруг глаз. Все движения послойные, без каких-то физических усилий. Закрывай глазки. Я его буду наносить и на кожу вокруг глаз в том числе. При этом не растягивая кожу, очень поверхностно, чтобы просто увлажнить и дать коже такой глоточек воды. Он очень легкий, очень прозрачный. Какую текстуру вы будете использовать, прессованную рассыпчатую или жидкую, вы для себя определите сами. Потому что мне иногда говорят, а я вот хотела бы использовать жидкую, у меня не получается. Мне надо себя насиловать, потому что минералы, что жидкие, что прессованные, что рассыпчатые, они как в фотографии Polaroid. Через какое-то время никто не определит, какой продукт у вас на лице, прессованный, рассыпчатый или жидкий. Потому что они вступят в реакцию с кожным салом, и вероятно всего, ваши коллеги, близкие люди будут склонны к тому, что у вас тональный крем. Даже если вы использовали прессованный продукт. Посмотрите, он не дает насыщения активности вот такого цвета, но при этом очень-очень хорошо выравнивает. По старше женщинам в любом... Просто, например, молоденькие девочки его могут использовать просто его и все. По старше женщинам все-таки будут использовать продукт более плотный, Liquid Minerals. С липосомальной уникальной технологией. Сейчас я тоже про него расскажу. Мы даже его попробуем на ком-нибудь обязательно. Потому что в любом возрасте, постарше, помладше, она абсолютно универсальна, что для взрослого человека, что для юного. Просто количество продуктов и количество инструментов, которые вы будете использовать, они будут немножечко разные. Сверху мы нанесем прессованную основу, их здесь 24 оттенка, поэтому, собственно, вы можете, вам подойдет каждому из клиентов, здесь подходит 5-6 цветов. Это абсолютно нормально, то есть пугаться этого не надо. И если какого-то оттенка, например, нету сейчас, вам могут предложить в ассортименте там 3-4 оттенка, которые тоже вам подойдут. Это очень удобно, потому что те инструменты, которые вы будете использовать в макияже, их не надо долго ждать. То есть вот большой тестер-стенд, он обязывает, конечно, к продукции, к количеству. Но поверьте, огромное количество оттенков подойдет вам. То есть вы можете сейчас пользоваться более теплым, более желтеньким цветом, солнечным, потом уйти немножечко в холодный. Все зависит от ваших пожеланий. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда вам рекомендует консультант использовать ваш тональный крем вместе с вашим дневным кремом? Ну, никогда вам не рекомендовали, добавьте ваш тональный крем, ваш увлажняющий крем, и он будет чуть прозрачный. Очень часто такое бывает. Это происходит тогда, когда клиент приходит и говорит, вы знаете, я вас купил тон, и сейчас загар сошел. Что мне с ним делать? Ну, консультант абсолютно спокойно вам в любом магазине скажет, берите ваш дневной крем и добавляйте его в тональный. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что то количество фталатов, консервантов, парабинов, синтетических одушек и силиконов, которые входят в состав тонального крема, крем потащит его за собой. Вот это, конечно, катастрофа. В Джейн это возможно. Хотя в этом нет никакой необходимости. У Наташи такое очень милое количество веснушек. Оно ничуть ее не портит, но при этом продукт перекрывается очень быстро. Подойдите поближе. Вот кому интересно, просто даже на эффекты посмотреть. Я не думаю, что вы так хорошо это видите на экране. Я вообще ничего там не вижу, если честно. Подойдите сюда, продегустируйте. Мы сейчас с вами еще что-то попробуем. Немножечко оживитесь. Видите, какое свечение дает минералы? Потрогайте. Очень аккуратно и деликатно. И смотрите, что я делаю. Я беру еще раз спрей и проявляю, чтобы мне не ждать в какое-то время, пока там кожное сало заработает или не заработает. Я опять наношу спрей абсолютно без страха. Смотрите, есть еще очень вкусные такие штучки. Называются они бронзанты. Они очень разные. Его, как вот у Нины там жидкое золото, да, то его у нас клиенты называют эффект Канарских островов. Сюда в состав бронзанты. Видите, есть четырехцветные разные, да? Есть двухцветные. Сюда входит некоторое вкрапление 24-каратного золота сусального пищевого качества. Это было впервые использовано именно Джейн. Они есть, это золото, оно есть и в баночках отдельно. Вот такие вот штучки. То есть это такой, это реально 24-карата золота. Его можно добавлять в крем для тела, если он очень дорогой. Очень редко, когда дорогой крем уходный, да, имеет какие-то, ну, светоэффекты. Можно добавлять в крем, можно использовать для усиления макияжа глаз, на скулы, на губы, куда угодно. Это абсолютно инертный продукт. Когда мне говорят, а вот можно, мне звонила там подруга, она говорит, ты знаешь, я на торт посыплю. Я говорю, да сыпь, ради бога, ничего страшного. Золото, оно как вошло, так оно и вышло. Здесь используются фотоэффекты. Вот в отличие от вот этого сыпучего продукта, да, потому что вы в прайсе будете видеть пудра 24-карата. Мне всегда приходят и говорят, слушай, ну я купила банку пудры. А где она? Я опять говорю о том, что пудра это то, что сыпется, поэтому баночка будет маленькая. И не надо ждать, что она будет вот такая. Здесь такое же золото используется, но у них разные эффекты. Если здесь будет эффект такого движения, динамики, да, то есть это будет переливаться, это будет блестеть, то здесь будет эффект фольгирования. Что это значит? Это как будто вам пакетик наклеили вот на щечки, да, на скулы, например. И он при повороте головы, при определенном попадании света будет давать эффект легкого лифтинга. То есть это свечение играет на руку людям бальзаковского, женщинам бальзаковского возраста. Потому что очень часто сталкиваемся с проблемой, когда женщине 55, а она прям перламутровую помаду, перламутровый карандаш, она его обожает. И очень часто ко мне приходят клиенты и говорят, отверните меня от зеркала, сделайте мне макияж, вы профессионал. Это значит, что она мне сказала, что если она была 4 раза замужем, у нее парк автомобилей, 3 квартиры, и она это делала своим перламутровым голубым карандашом и перламутровой розовой помадой, то уж тем более я-то знаю, что ей это идет. И когда вы отворачиваете клиента от зеркала, первое желание, что у клиента после визажиста, умыться. Потому что, конечно, это не то, что вам надо, это не то, что вам подходит. Поэтому вот эти эффекты в любом возрасте работают на вас. С помощью них можно делать и светокоррекцию, и расставлять акценты. Более того, поскольку вот здесь 4 оттенка, просто один из них более теплый, более солнечный, второй более холодный, он более розовый. Какой из них вы выберете, все зависит от ваших желаний, какой оттенок вы предпочитаете. Но по сути, и тот, и другой, это мультимедийный продукт, он и для макияжа глаз, и для скул, и так далее. То есть его можно смешивать. Для таких инструментов у нас используется веерная кисточка, вот такая. Она не для смахивания, очень часто ее путают с кисточкой, которая смахивает. Здесь не надо ничего смахивать. Она именно для румян, потому что, помните, я вам говорила, послойно. Я все продукты, вот они прям даже видно на свет, насколько они легкие и дисперсные. То есть он очень хрупкий. Очень хрупкий, очень мягкий. И с помощью этого продукта я буду просто выделять скулы. Подойдите поближе кто-нибудь, вот просто посмотрите, как на свет при вот таком вот светоэффекте, какой-то получается результат. Скрадывается очень много и сразу. Я его прям смело могу наносить просто по овалу. Какое-то количество небольшое. Я прям этой же кисточкой наношу, как бы бы шлифовываю его на глаза. При этом я смешиваю и дозирую. Очень удобно наложиться под скулу, видите? Но при работе с 24 карата золота это можно делать вот так. Видите, какие эффекты? Да, получается такое холеное-холеное лицо. Плюс, конечно, у меня модели спят. Вот она сейчас спит уже. Это к вопросу энергетики, да? Это очень хороший показатель, когда вам делают макияж, и вы начинаете расслабляться. То есть, это клиент позволяет нарушать социальное расстояние. Это очень тоже важно. Потому что не все готовы, чтобы на тебя смотрели близко и делали это близко. Можно так. Можно взять кисточку, например, для теней и, скажем, более активно более активно проработать некоторые участки. Есть еще один инструмент для работы с макияжем глаз. Вот такие вот жидкие шелка. Это совершенно потрясающий продукт, потому что он при нанесении, даже если вы пойдете плавать в бассейн и будете там нырять, он никуда не уйдет. То есть вы всегда будете в макияже. Жидкие шелка дают возможность, я не знаю, тереть глаза. В свадебных макияжах он очень активен. Я беру синтетическую кисточку, любую, вот у меня таклон, да? Обычная синтетика. Он очень жиденький, видите? То есть, несмотря на то, что он такой в баночке, он достаточно жидкий. Закрой, пожалуйста, глазки. И я его буду наносить по веку. Тоже послойно. То есть, прям первый слой должен у меня быть тонким-тонким, чтобы мне потом у меня не было проблем с нанесением второго. Очень тонко, очень ровно. Веко ухоженное. Причем я знаю очень многих женщин, которые этот продукт, они его любят даже за то, что просто они пальчиком могут это сделать очень быстро. Сделать веко ухоженным и таким, ну, благородным, холеным. Опять же, это в любом возрасте возможно. То есть это позволительно в любом макияже абсолютно. Потому что, конечно, использование таких достаточно серьезных линеек в таком юном возрасте, да, там, губить свою кожу, но нет никакого смысла, когда... Откруйте глазки. Когда есть такие инструменты, которые позволяют и помогают работать абсолютно безопасно и безвредно для кожи. В нашем случае, например, вот шелка могут служить подложкой. Что они делают? Они проявляют сразу пигмент, да? То есть как будто мы влажным способом наносим. Я беру небольшое количество тройных теней, да? В данном случае я взяла хаки-крэйзи сумасшедший зеленый. Закруйте глазки. И усилила эффект. 24 карата зол. То есть здесь тоже в составе. И очень много следы. Плюс за цвет отвечает оксид железа. То есть все, наверное, понимают, что существует три базовых цвета. И при их смешении можно добиться любого из оттенков. Абсолютно любого. Перед собой прямо посмотри. Перед собой на меня. Прямо вот. Закрывай. Макияж близится к финалу, поэтому немножко вашего терпения. у нас еще впереди лотерея обещанная. А может быть мы лотерею прямо начнем? Да, давайте не будем тратить время. Я буду просто делать. Вы подходите ко мне с вопросами, чтобы вы понимали, что происходит. Открывай глазки на меня, посмотри. Скажите, вы будете лотереи. Итак, у меня начинают муты. Закрывай. Они тут все размножены по порядку. Это ваши анкеты с вашими номерами. Анна, на правах хозяйки. Да, там подарки, конечно. Девочки, я вам завидую. Примешаем. И 10 счастливчиков. Открывай глазки. Которые получат подарки. 8. Кто у нас номер 8? Номер 8, девочки. Шамшурина Марина Викторовна. Марина Викторовна не верит в свое счастье. Жидкой подводкой делаешь? Нет, мокрой кисти. Все, не мокрой кисти. Прошу прощения, если не правильно назову. Баланзинская. Ольга Николаевна. Да, Ольга Николаевна. Вот, кстати, есть кисточка-растушевка. Смотри, вот эта вот веерная. А, ее у тебя нет. Вот она, она, хвостик. Кисточка тебе позволяет возможность оттушевать очень быстро. И качественно растягивать свет. То есть она... Смотри прямо перед собой. Даже дома. Дома у себя. Ты можешь это делать совершенно спокойно. То есть вот клиент берет вот так, да? Я нашел. Ну, значит, ее подарок будет выженаться в мутихоне. Поэтому передайте. Так, берем карандаш для глаз. Сейчас тени, которые вы наносите, это считается перламутровым или матовым? Нет, нет, это со свечением. Это не перламутр. Это скорее эффект, опять же, вот такого шелка. Но и не матовые. Нет, не матовые. А есть еще что-то? Есть просто матовые тени, конечно. Есть матовые, есть... Наверх, посмотри, пожалуйста. Наверх. Наверх. Косметики Джеймс РД. О, это приятно. Этого подарок будет как раз... Красивайте. Смотри, я делаю грязную подводку такую. 34. Потому что ресничек здесь немного. Если ты будешь продолжать пользоваться Макс Фактором, ты к 40 годам вообще будешь без них. Ты слышишь меня? Смотри, такая грязная подводка, которая... Ну, вот она такая... Прям вот грязная-грязная. Берешь двойную кисточку. Берем кисточку просто для теней. Наверх, посмотри, пожалуйста. И поскольку здесь у нас отсутствует абсолютно... О, отваление, мы просим. Комплимент от Алифома Джеймс РД. Я растягиваю цвет. Хотя, наверное, грамотнее это будет двойной кисточкой. Она тоже есть в Джеймс РД. То есть не такой, чтобы клиенту было более комфортно. И его потом я этот цвет... Тимофеева Светлана Анатольевна. Кисточки, которые мне нету, поэтому терпеть чуть-чуть, ладно? Не, посмотри. Может переиграть? И второй. Кулаков Константин Владимирович. О, о, о! Постаньте, Владимирович. Так, на меня посмотри прямо перед собой просто. Вы поверим. Угу. То есть я вот чуть-чуть... Санчурин Александр Павентинович. Так, а перед. Наверх. Сегодня просто... Есть, есть. Подарки. Нет, это тройные тени, просто хоккей-крызи сумасшедшие. Кондиционер это продукт, который продолжает уход за ресничками. Красная поклонница косметики у нас. Перед тушью. Перед тушью. Перед тушью, да? А, видишь, как кондиционер? Он не дает эффекта вот таких вот прям белых каких-то там тяжелых ресниц, да? Но при этом они вот такие вот. Если сбоку посмотреть, посмотри так вот, головку поверни так вот. Вот приоткрыть глазки. Наверх, видишь? Они прям... И возьмем тушь с эффектом окладных ресниц. Это как раз та тушь, которая не содержит воды. Она с экстрактом морских водослей. Поэтому вот эта история с ней, вот такая вот, это нормально. Воды здесь нет. У нее срок годности после открытия 12 месяцев. Эта кисточка, конечно, более качественное нанесение дает. Она такая вот, ну, достаточно густая. Но поскольку мы все-таки очень заботимся о том, что у нас будет с нашей кожей. И вот здесь работает принцип, как нельзя в другом продукте послойности. Посмотри, пожалуйста, немножко вниз. То есть я послойно начинаю его наносить. Здесь был у нас Макс Фактор на глазках. Видимо, очень устойчивый, потому что я его прям стирала. Просто боялась уже глаза разодрать. И очень вот, смотрите, девочка молоденькая. Нижнего ресничного ряда нет. Такая история очень часто встречается у женщин более старшего возраста. Все дело в том, что наши ресницы, они не выпадают сразу. Вы когда делаете, прямо посмотри. Вы когда делаете макияж глаз каждый день, у вас никогда не было такой проблемы? Вот вы красили и красили в одном направлении, а тут вдруг утром просыпаетесь, начинаете красить, и, понимаете, не получается. Как-то они склеиваются. Ресницы сразу не выпадают. Просто у нас наверху они делятся сначала на два ряда. Выпадает сначала нижний. На верхнем веке. На нижнем веке им делиться некуда, поэтому они выпадают быстрее, чем верхние. Вы таким образом начинаете искать тушь. Это не подходит, это не подходит, не подходит кисточка. На самом деле ваши ресницы поменяли амплитуду роста. И за счет этого вам некомфортно стало их красить. Вы начинаете приспосабливаться к тому, какие они сейчас. Этого не делайте, потому что это первый сигнал к тому, что реснички начинают терять свою эластичность и свою комфортность. Мы использовали здесь подложку-кондиционер. Я фиксирую немножечко века. При этом у нас может девушка моргать. Меня посмотри, пожалуйста. Я немножко обозначу нижние, хотя их очень немного. Но я здесь обыграла это карандашом, поэтому как будто бы мы их подрисовали, да? Вторую. Тушь. Вот если с ней, конечно, на вы, но она шикарная. Один раз вы ее пробуете и понимаете, что другой вам не надо. Я взяла другую кисточку. Я той же кисточкой сюда не залезаю. Ни в коем случае. В домашних условиях это ваша кисть, ради бога, вы можете ей пользоваться. Немножечко вниз. Обычно, абсолютно. Здесь микроволокно целлюлозы. Она шикарная, правда. Когда вы ее пробуете, именно послойно. Не надо с фанатизмом вот это вот устраивать, как мы это привыкли. Смотри перед собой. На себя. Теперь вниз. Ты можешь заплакать, ничего в этом страшного нет. Плюс, если вы наляпали этой тушью где-то вокруг, не надо сразу ее стирать. Здесь нет воды. Вы потом ее просто кисточкой счистите, при этом не сделаете дырку в макияже. Нет, нужно, нужно. Просто их здесь не очень много, чтобы их как-то обозначить. Конечно, карандашик. Нет, я наоборот, я за, чтобы красили и верхние ресницы, и нижние. То есть здесь ограничений вообще никаких нет. Мы сейчас делаем чуть плотнее, чем в жизни. Это понятно, да, потому что съемка. Это светокоррекция. Знаете, как раз и подобрался уголочек. Вот это работает всегда на раз, два, три. Когда вы дома делаете макияж лица, то есть вот это преподносит ей сейчас не будет. Минералы вступят в реакцию. Но нет эффекта зацелованных губ. Подобрались сразу уголочки. Видите? Раз. Наверху, посмотри, пожалуйста. Давайте золото мы сейчас его здесь наляпаем, чтобы мы уже все попробовали. Я понимаю, что, конечно, наверное, уже too much. Нет, нет, золото обязательно надо. Золото надо? На любые тени вечерний вариант можно сделать. Закрывай глазки. Нет, можно сделать так, чтобы оно немножечко посыпалось. Это возможно. То есть тут ради бога. Открывай глазки. Правило оформления губ очень простое. Нет, рот мне открывать не надо, это вы не у стоматолога. Поэтому мне важны ваши губы. Сначала делается птичка. Птичка – это вот эта вот история. Понятно, да? И я под эту птичку, вперед смотри, делаю площадку. Все, наверное, сталкиваются, когда карандаш вроде ведут отсюда, потом губы вот так вот ушли, начинается коррекция какая-то. На самом деле все делается от центра к периферии. И уже к этой птичке... Рот закрыли. И уже к этой птичке мы дорисовываем контур. Карандаши настолько мягкие, что они могут быть и как подложка. Видите как раз? И к этой птичке я довожу сам пигмент. К этой площадке я делаю то же самое. Правило оформления губ очень простое. Нижняя и верхняя губа должны быть примерно одинакового объема. И я этим же карандашиком сделаю такую легкую подложечку, потому что веснушки есть даже на губках. Солнышко любит. Этот оттенок мимозы, он очень хороший в возрастном макияже. Знаете почему? Потому что он дает такой очень холеный, дорогой эффект от тона. Блеск. Закрой, пожалуйста. Вот вам ехать никуда не надо. Ни в Европу, ни в Америку. Мы в Голландию за Джейн ездили. Это было просто. Потому что наши французы, мы сотрудничаем еще с рядом марок, французскими именно, с Талас и с Памарки. Во Франции Джейн не представлено. Ее там нет. И они очень радуются, когда они приезжают к нам с какими-нибудь тренингами, с презентацией, с дарим. Конечно, можно пробовать все. На вкус на цвет. Рот не открыли. Рот не открыли. Видите, как подбирает. Я думала, что я... Что? Можно, конечно. Он не... Ну, просто регулировать количество, конечно, в этом случае необходимо однозначно. Ротик закрой, пожалуйста. Я понимаю, что тебе кажется, что их много. Очень интересно. Потому что это не столько открыли, а первую очередь это положение. И это можно, знаете, еще где делать? Вот здесь. Все. Как тебе комфортно? Не больно? Так, чулка, как делаем? Чулку. Давайте побрызгаем. Наверное, уже степень. Давай. Быстро сделай ее так, как ты ее делаешь. Абыч. У нас нет набора для бровей. Брови должны быть в тон волосам. То есть они могут чуть темнее быть, чуть светлее. Но они должны быть в тон волосам. Именно поэтому гримеры и визажисты не любят татуаж. Потому что нелепо смотрится женщина, когда брови одного цвета, волосы другого, еще волосы поменялись и так далее. Очень важно понимать, что брови делятся на три части. Бровь. Голова, тело, хвост. Голова самая светлая. Тело самое темное. Хвост самый четкий. Только в этом случае она будет объемная. Это вторая причина, по которой визажисты не любят татуаж. Третья причина, по которой не любят татуаж, потому что лицо делают пропорциональным. И могу сказать только одно. Пропорциональным лицо становится только перед смертью. То есть это анатомия. То есть первый курс художественного института. Пропорциональным лицо становится тогда, когда человек, вот прям можно, физиономисты могут предположить, через какое время человек и не станет. Пропорции все приходят в норму. Именно поэтому бабушки похожи на ангелов. Третья причина, по которой мы не любим татуаж. Четвертая причина, когда делают татуаж, глазки здесь, бровки здесь же. Спрашиваешь, почему? А потому что начало бровей, это внутренний уголок глаза. С помощью бровей же можно их было встретить. Нет, это классическая бровь. Не всем идут классические брови. Потому что в первую очередь, это не только баланс, характер. Это вообще жизнь человека, как его окружающие воспринимают. По бровям можно понять, насколько человеку может слышать и слушать. Он теоретик, сангвиник, флегматик, кинематик. Все можно прочитать про бровя. И в этом случае успех вашего бизнеса вообще будет, если вы немножечко изучите физиономию, физионометрию. У вас вообще будет никаких проблем вообще с клиентами. Сложнее с аудиторией, с большой. Это сложнее. А вот в общении просто с вашими друзьями, вы всегда будете, и клиент всегда будет в зоне комфорта рядом с вами. Вам комфортно было? Спать хотелось? А ну и то же. Когда вы оформляете брови, вы должны понимать, что сразу преображается и глаз, и понимание. Но тут надо, конечно, сделать коррекцию небольшую, это понятно. То есть здесь хвостика много. Но наборы для бровей в джейн, конечно, шикарные, потому что туда входит и воск, и сам тон, плюс они делятся на блондинов и на брюнетов. Главное не делать запятые. Ну, то есть понятно, да, что здесь эта линия должна быть очень мягкой и достаточно четкой. Брови лучше не щипать сверху. Понятно, вот здесь вот хвост убирается, да. Таким образом прям меняется сразу все. Потому что брови это абсолютно... И насыщаете тело, чтобы тело было тогда, глаз становится более загадочным, более объемным, более понятным. Совсем по-другому, да. Здесь я потом простерилизую, я просто хочу именно этой щеточкой это сделать, чтобы было немножечко понятно, насколько он может насыщаться. Чтобы вы не боялись этого продукта. Понимаете, да, о чем я говорю? А здесь у нас в банке. Здесь великолепный тестер-стенд. Здесь такой бодуар вам организован, что вы даже, когда вы будете умыты, вы себя будете чувствовать комфортно, потому что вам никто мешать не будет. Вы не в зале, Анна сама очень много внимания уделяет марке. То есть услугу вы всегда можете там получить. Абсолютно точно. Если вы хотите прямо научиться, научиться, научиться и с этим работать, милости просим в университет, пожалуйста. Но я вас уверяю, что вы получите здесь не менее качественную консультацию, да. Даже, наверное, более персонализированную, потому что вы очень вот такие хрупкие сейчас, да. Прям вот вы первые. Поэтому более качественную консультацию вы, конечно, получите здесь. У меня так вот поток. Для себя. Для себя любимый. А для кого еще? Для кого еще? Можете и работать на этом. Можете и работать на этом. И обязательно быть профессионалом, чтобы эту косметику наносить. От любви к себе рождается уважение других. Почему вы думаете, что если вы наносите это себе, вы не несете это другому? Для того, чтобы ваш бизнес был успешен, нужно каждый день для этого что-то делать. Каждый день берете в руку кисть маму, бабушку, подругу. Поверьте, вода камень точит. Через неделю, если вы хотите, потому что желание – это миллион возможностей. Нежелание – это куча обстоятельств. Я не профессионал, я не запомню, я не визажист. Все, можно ставить крест. Как только человек горит и говорит, я хочу, 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 я понимаю, что здесь будет результат. Поэтому каждый день, вот понемножечку, по чуть-чуть, да, пусть не сразу. Пусть даже если вы с клиентом, например, работаете, да, возьмите клиента за руку и скажите, давайте вместе с вами. Сейчас вам подберем тон. Я это делаю впервые, но я сделаю этот процесс увлекательным и интересным. Мы прям с вами подойдем к зеркалу и будем вместе подбирать. Берете, как вам кажется, подходящие основы и пробуйте на лице. Советуйтесь вместе с клиентом. В этом случае что вы делаете? Вы ответственность перекладываете комплементарно и на себя, и на клиента. Поэтому я вас всех жду вместе с Анной, там, в Аверкоме. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Я люблю ездить, я приеду обязательно к вам еще и не один раз. Поэтому вы, самое главное, чаще заходите, и вы увидите, как там все организовано. Вы поймите, что вам никуда отсюда ехать не надо. Ни за границу, никуда, ни в Москву. Все здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!